так ребята вторая часть обзора это практическое применение а именно проверка блока питания роутера и аккумуляторы пальчиковые насчет роутера немножко подвели мои домашние не выкинули блок питания который у меня был помечен как неисправный хотел его специально оставить для того чтобы сделать стенд и записать видео с этим глючным блоком его выбросили короче говоря если описать это в словах на очень короткий момент времени напряжение на блоке питания просаживалась и восстанавливалась из-за этого роутер не мог нормально загрузиться то есть картина была приблизительно приблизительно вот такой вот нормальное напряжение блока питания но стабильная но ты себе к примеру сделать такой короткий кратковременный обрыв то прибор сразу это регистрирует и вот на том блока питания вот так вот время от времени пропадало напряжение естественно после замены блока питания все стало на свои места и роутер стал нормально работать ну теперь вот роутер загружается подождем подключим патч кортики проверим как роутер выдает ip адреса чтобы убедиться что сам роутер живой оказался так роутер загрузился включаем прибор проверяем как работает выходные порты на роутере так линк есть получить ip адрес пожалуйста ip адрес мы получили даже пингуем dns и шлюз все отлично все роутер отдаем людям слышим спасибо так следующие пальчиковые аккумуляторы вот четыре аккумулятора которые я снял с прибора он почему-то очень короткий в очень короткий срок выключаются давайте проверим эти четыре аккумулятора сначала по напряжению 1.36 отлично даже наверно слишком заряженный у них штатный 1.2 1.36 хорошо 1.34 а тут что-то совсем худенько 0.87 вольта так ну понятно что подозрительный элемент это вот этот так а если мы возьмем еще какой-нибудь 1.31 нормально попробовать не аккумуляторы батарейки 1.41 нормально 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 заряженная дюросселка хорошо не пройдет ладно возвращаемся к вот этому элементу питания вот я уже неоднократно заряжаю и он опять быстро садится то есть надо проверить его потоку переключаемся на амперы dc то бишь постоянный ток делаем как кратковременные замеры захватом максимального значения берем сначально заведомо живые аккумулятора на очень короткое время чтобы не испортить аккумулятор вот видите пиковая 5 ампер отлично следующий тоже 5.3 отличный аккумулятор 4.8 нормально здесь как видите 200 всего лишь 223 миллиампер и то если отключить максимальную величину и закоротить видите все только практически нет то есть однозначно этот элемент питания уже не пригоден к использованию его нужно утилизировать вот важное замечание насчет аккумуляторов если например вот эти аккумуляторы которые живые даже если они сядут по напряжению то все равно севший аккумулятор дает при замыкании хороший ток все мы знаем оборудование питается не напряжением а током поэтому имеет смысл если вам попадаются аккумуляторы с пониженным напряжением и вы естественно хотите его перезарядить так проверьте его на кратковременное замыкание на ток если ток хороший 23 или больше ампер значит аккумулятор еще можно использовать он еще пригоден в принципе все всем пока жду ваших комментариев если какие то есть интересное замечание счастливо